На ежегодной предновогодней встрече с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Екатеринбурге, по традиции, на этот прием также приглашаются главы торговых миссий и почетные консулы иностранных государств. Губернатор Свердловской области поблагодарил дипломатов за активную совместную работу в рамках международных мероприятий. Среди них 6-й российско-азербайджанский межрегиональный форум, встреча с президентами Чешской республики и Монголии, российско-французский медицинский форум, российско-германский энергетический форум, очередное заседание Совета делового сотрудничества между Свердловской областью и Республикой Беларусь. Губернатор также особо отметил конструктивный характер совместной работы правительств с правительством Свердловской области по приглашению и организации визитов иностранных партнеров на международную промышленную выставку Инопром, которая в этом году прошла под знаком российско-китайского партнерства. Мы провели ряд серьезнейших международных мероприятий. Конечно, главное мероприятие международное – это выставка Инопром, где официальным партнером выставки Инопром выступила Китайская народная республика, за что и руководству КПК Китая, и руководству правительству Китая, Генеральному консульскому посольству. Дражаю огромную благодарность, и выставка, по мнению экспертов, прошла на самом высочайшем уровне. И во многом мы научились у наших китайских коллег, как нужно организовывать выставку, настолько это было приятно и незабываемо. В ходе приема Евгений Куйвышев констатировал факт повышения внимания со стороны иностранных государств к Свердловской области. Так, в уходящем году значительно увеличилось количество посетивших регион высших представителей зарубежных государств в Российской Федерации. Губернатор провел переговоры с 36 иностранными послами. Общее количество зарубежных делегаций, побывавших в области, увеличилось в 2015 году в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом. «Значительно увеличились контакты на уровне посольств. Если в 2014 году нас посетило 22 посла, то уже в 2015 году Свердловская область посетила 36 послов. И практически с каждым из вас мы встречались в этом году не один раз». В следующем году, по словам главы региона, в Свердловской области будет продолжена работа с партнерами по продвижению совместных проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе переговоров. Хорошие перспективы, считает Евгений Куйвышев, наметились в сфере сотрудничества с французскими фармацевтическими компаниями, станкостроительными и энергетическими предприятиями Чешской Республики, китайскими машиностроительными компаниями. Продолжится работа совместных рабочих органов по развитию сотрудничества с Финляндией, Белоруссией, Киргизией. В ответном слове Дуаен Дипкорпуса, генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге, султан Гасымов поблагодарил губернатора за благоприятные условия, которые создаются в Свердловской области для работы зарубежных представительств и передал слова поздравления с наступающими праздниками всем жителям Свердловской области. Разрешите мне тоже от своего имени, от имени всех дипломатов здесь присутствующих. Поздравить вас с наступающим Новым годом, поблагодарить вас за ту поддержку, которую нам оказывают за год, в течение года и все время вашего пребывания на посту губернатора Свердловской области. Хочу пожелать в первую очередь Российской Федерации благополучия. Российская Федерация для нас, братский народ, братская страна, русский народ для нас, братский народ. И в этом Новом году я вам желаю, вам, вашей стране желать благополучия, успехов, чтобы все кризисы вас не набали. Я уверен, что Россия сильная страна, русский народ, дух русского человека очень сильный, поэтому вы преодолите все эти моменты. Отметим, в этом году Евгений Куйвышев продолжил традицию вручения дипломатам в качестве новогодних подарков и сувениров, сделанных людьми с ограниченными возможностями здоровья. Шкатулки и елочные игрушки изготовили мастера художественно-ремесленного объединения «Благое дело» из поселка Верхневенский. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мия назвал эту традицию правильной и трогательной. Мне очень приятно знать, что люди с трудностями, которые успели и умели вообще это сделать, это, конечно, тоже еще как дополнительное удовольствие, потому что это всегда приятно, когда знать, что это не обычный подарок, но это тоже результат работы человека. Напомним, Свердловская область занимает третье место в России по количеству дипломатических миссий после Москвы и Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге аккредитовано порядка 30 официальных представительств иностранных государств, консульских учреждений, торговых миссий, офисов почетных консулов. Артемовский городской округ далек от приемов консулов, но опыт, тепло и искренне принимать иностранных гостей мы имеем. Так впечатляющей поездкой на Артемовскую землю теперь делятся у себя на родине студенты из КНР. Развитие Свердловской области в плане работы с партнерами по продвижению совместных проектов – это хорошие перспективы, в том числе и для таких муниципалитетов, как Артемовский. Тем более, что славным предприятием машиностроения Артемовского городского округа есть, что показать и чем покорить заграничные рынки.